Первые упоминания об Ильинско-Подомском датируются 1379 годом. Возникновение села связывают с миссионерской деятельностью Стефана Великопермского. Именно он более 600 лет назад пришел сюда и построил здесь три прихода. Тогда же началось возведение церковно-приходских школ, храмов и жилищ для священнослужителей. И именно более 600 лет назад зародилась традиция знаменитых велиготских ярмарок, или, как их называли, красные торговые ряды. С тех пор Благовещенская ярмарка – неотъемлемая часть празднования каждого дня рождения Ильинско-Подомского. Например, урдомчанин Николай Александрович здесь частый гость. В этом году народных дел мастер привез длинные горшочки, вазочки и каргопольские свистульки. От чего зависит свисток? От материала, от хорошей глины. И когда свистульку сделаешь, в верхней части делаешь отверстие и... Играется. Вышитые картины, валенки ручной работы, вязаные коврики и тканые игрушки. Со своим товаром в Ильинско-Подомское приехали мастера, ремесленники и торговцы со всей Аркадийской области. Большая часть товара, как и в старину, сделана своими руками. Посмотрели, как ремесленники работают, как делают, сами попробовали. Очень интересно, девочки успели поплести туиски. Очень интересно. За грибами ходить. В преддверии сбора ягод и грибов, пожалуй, особой популярностью у покупателя пользовались корзинки. Местные умельцы плетут их не только из бересты. А стоят ивы у пруда, третий год хожу туда. Пруточков ивы в их нарву, в азудивную сплету. Для конфеты, для печенья людям. Всем на удивление. Ай-тарит, ай-тарит. А из чего это делаете, расскажите? Это пластик, бутылки пивные. То есть у вас безотходное производство? Да. Ярмальки, ура! Село Ильинско-Подомское – административный центр Велегоцкого района. Его земли расположились на самой юго-восточной оконечности Архангельской области, на границе с Республикой Коми и Кировским регионом. Несмотря на свою удаленность, история этого края достаточно богата. Сохранившиеся документы позволяют судить о том, как жили в Вележане еще при Иване Грозном. По документам стало известно, что в Вележане как минимум 2-3 раза принимали участие в освоении Сибири, Тюменской области, Курганской области. В 18 веке целая группа Вележан в 230 человек уехала в Иркутск и основала многие ремесленные и даже купеческие роды. А потом при Столыпине около тысячи Вележан переехало на территорию нынешней Новосибирской области и продолжают там компактно жить, на территории Ордынского района. Здесь мои корни, здесь истоки, здесь мои друзья, родители, знакомые, родственники. Хотели бы отсюда уехать в большой город? Нет, не хотела бы. Я не знаю, наверное, тех корней, которые осталось бы жить здесь. То, что дети могут уехать, ну это их судьба, а я хочу здесь остаться. И пусть они ко мне в гости приезжают. Одна из достопримечательностей Велегодского района – пустынь Христофорова. Посреди поля высится каменный храм во имя Богоматери Адигиитревской. Чуть в стороне расположена часовня и купальня с целебными источниками. По преданию, именно этой водой исцелилась царица Анастасия, жена Иоанна Грозного. Анастасия 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 А